Всем привет. Сегодня Полина порадует вас стрим-трансляцией Outlast 2. Ну, а пока что встречайте очередной выпуск игровых новостей. Состоялся выход шутера Sniper Ghost Warrior 3, который и тут же получил оценки от прессы и геймеров. В Steam на данный момент игра имеет 77% положительных отзывов. Что до прессы, то она оценила проект куда хуже. Пока что, если рассматривать её как ААА-проект, то игра имеет самые низкие оценки среди всех крупнобюджетных сородичей, выходивших в этом году. Так, например, журналисты из Hardcore Gamer и Twinfinit дали игре 2 балла из 5. В целом же, на Metacritic она получила 59 баллов. Шутер ругают за устаревшую графику, которая совсем не похожа на то, что нам показывали на скриншотах, за невозможность отключить смазывание, за глупый сюжет, такие же диалоги – совершенно однообразные задания. Но самое главное, третьего снайпера называют игрой с самой долгой загрузкой в мире. На PS4, например, на загрузку уходит больше четырёх минут. О злых русских, говорящих с раздражающим английским акцентом, также можно вспомнить. В общем, если у вас есть свободные деньги, которые вы планируете потратить на игру Sniper, Ghost Warrior 3 лучше обходить стороной. Выход первой байонеты на ПК, как выяснилось, произошёл не просто так, а с умыслом. В игровой индустрии, как и в любой, где вращаются большие деньги, редко что-то происходит просто так. Так и теперь. Вслед за ПК-релизом следует ожидать байонета 3. Поводом для подобных слухов дали в самой Platinum Games на официальном сайте, которое добавили несвязанные между собой коротенькие нарезки из игры, каждый из которых по три раза повторяет одно и то же действие. Можно было бы предположить, что это какая-то техническая ошибка, однако и клипов этих оказалось тоже три. Намёк, что и говорит, достаточно тонкий, но давайте вспомним, какой тизер предшествовал анонсу Call of Duty Black Ops 3. Тогда в Activision опубликовали видео с деревьями в лесу, среди которых выделялись отдельно три дерева. Мнения тогда разделились. Одни утверждали, что нас ждёт это самое Black Ops 3, а другие называли первых параноиками. И вы сами знаете, кто оказался прав. Детективное приключение What Remains of Edith Finch накануне своего выхода обзаводится оценками прессы, которые говорят о том, что в своём жанре игра должна быть настоящим хитом. На данный момент на Metacritic проект имеет в среднем 89 баллов из 100. Его похвалили за отличный сюжет с неожиданными поворотами, инновационные методы привлечения геймерского внимания для распутывания очередных задач, отличную графику и оптимизацию. Да и в целом разбираться в истории семьи Финчей оказалось не скучно. По сети пронёсся слух о том, что в ближайшем обозримом будущем на PlayStation 4 могут выйти ремастер-версии первых трёх частей Uncharted. Заниматься ими будет студия Bluepoint Games, которая как раз специализируется на выпуске всевозможных HD-переизданий и прочих коллекций. На счету данной компании имеются God of War Collection, Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection и ещё несколько сборников. Дело в том, что на сайте студии появилась целая серия красноречивых вакансий, в которых работодатель объявляет о наборе желающих принять участие в цитата «ремастере классического бренда на платформу текущего поколения». Причём западные журналисты настаивают на том, что речь идёт, если не об Uncharted Collection, то о выпуске минимум одной игры из этой серии на PS4. Шутер One Quish, вышедший на PS3 и Xbox 360, в 2010 году может скоро выйти и на ПК. Причём данная информация была найдена довольно оригинальным образом. Сведения, подтверждающие выход One Quish на ПК, были найдены во внутренних файлах ПК-версии Bayonetta. Шутер, собравший в своё время 84 балла на Metacritic, засветился в виде иконки главного героя в файлах по соседству с иконкой главной героини. Совпадение? Не думаю. Да и в целом-то в Sega неоднократно заявляли, что именно в персональных компьютерах видят базу для расширения распространения своих игр, часть из которых совсем неизвестна среди ПК-шников, так что всё сходится. В Microsoft предупредили геймеров о том, что в первые месяцы после выхода Xbox Scorpio не стоит ждать появления каких-то особо крутых игр. Всё потому, что использование всей мощности приставки займёт несколько лет. Сообщил об этом главный по играм у мелкомягких Фил Спенсер, а дополнил его глава студии Stardog, известный по стратегии Sins of the Solar Empire, Брэд Уоррл, который добавил, что сегодня практически нет игр, которые могли бы полностью освоить 12 гигабайт памяти DDR5. Кроме того, новая Xbox будет обладать функцией многопоточной загрузки графического контента, что позволит сократить время, необходимое на загрузку игры до минимума, а в некоторых играх она и вовсе будет происходить мгновенно. Несколько дней назад из магазина Windows исчезли эмуляторы запуска консольных игр на ПК, что многих огорчило, но теперь стало известно о сервисе под названием RainWay, чьи создатели обещают беспроблемный запуск игр с Nintendo Switch и Xbox One на ПК с частотой в 60 FPS. Данный сервис работает по принципу потокового воспроизведения и, как ни странно, не планируют работать с играми для PlayStation 4. Особенности RainWay в том, что он предоставляет специальный эмулятор, позволяющий грамотно перенастроить контроллеры Nintendo Switch, так называемые джой-коны, что может оказаться полезным для ПК-адаптации игр, имеющих какое-нибудь специальное управление. Иногда они и возвращаются. На Kickstarter появились ребята, анонсировавшие переиздание легендарного компьютера Spectrum. Необходимая на производство сумма в 250 тысяч фунтов была собрана за первые три дня, и новые денежные поступления продолжаются. Компьютер будет иметь 512 килобайт памяти, которую можно расширить до 2,5 мегабайт, HDMI-разъём, слот для SD-карт, поддержку Wi-Fi, PS на два мыши, а также ностальгический корпус, который, впрочем, будет осовременен. Стоимость нового Spectrum в минимальной комплектации оценивается в 175 фунтов, что в переводе на понятную валюту составляет где-то 225 долларов. Отгрузка товара начнётся в начале следующего года. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.